Здравствуйте! С вами дама-хозяйка Татьяна Бадябина. Диван, мебель в доме очень нужна, но чтобы он всегда был удобным и уютным, ухаживайте за ним правильно. Первое, что нужно сделать, прежде чем начинать чистить диван, это убрать поверхностную грязь. Возьмите щетку с высокой, средней жесткости щетиной и пройдитесь по всей поверхности дивана. Вот так вот убираем. Так, потом смачиваем водой руку и влажными руками проходимся по обивке. Вот прям вот так вот. К мокрым рукам пристанет вся невидимая глазу, пыль, шерсть животных, какие-то волосочки, ниточки. Вам нужно будет только вытереть руки от грязи и продолжать чистить диван. Если ворсинки какие-то мелкие, пыль, грязь, не удаляются ни мокрыми руками, ни щеткой, используйте скотч. Прям берете, отрезаете кусочек, кладете на диван, прилепляете и, опа, отрываете. Прилепляете и отрываете. И все. Есть еще один вариант. Берете, наматываете на руку скотч липкой стороной на руку. Потрясаете. И рукой прям вот так вот аккуратно и проводите по дивану. И вот тогда на скотче соберется вообще вся грязь, и можно будет диван выхлапывать. Для того, чтобы удалить из дивана въевшуюся пыль, можно его просто пропылесосить. А можно выбить. Ну так все-таки лучше и надежнее. Но для того, чтобы его выбивать, совершенно не нужно выносить его на улицу. Можно поступить очень просто. Берем простынь, накрываем этой простыней диван. Так. Берем пульверизатор с абсолютно чистой кипяченой водой и побрызгаем простынку из пульверизатора. Просто не должна стать мокрой. Она должна быть чуть-чуть влажной. Потому что, когда вы начнете выбивать пыль вот таким вот образом, она из дивана будет вылетать и оседать прямо вот на этой влажной простыне. Выбили всю грязь, сняли, простынь в стирку, а на диван приглашаем гостей. Если вы обнаружили, что от дивана не очень приятно пахнет, ну, мало ли, животные, дети, что-то пролили, возьмите перекись водорода, трехпроцентную, и налейте в пульверизатор вместе с одним стаканом кипяченой воды. Перекиси примерно одну чайную ложку возьмите. Так, вот так вот накапали. Закрыли. И вот этой смесью побрызгайте всю поверхность дивана. Вот так вот. Кстати, заодно и пятна какие-то, если вдруг есть небольшие, жирные, удалите. Оставьте на 15-20 минут, ну, чтобы перекись начала действовать и разрушать вот эти мельчайшие частицы остатков, там, еды, клещей, какие-то остатки. Тоже ведь бывает. Потом возьмите утюг с паром или отпариватель и пройдитесь вот так вот по всей поверхности дивана паром. Отпарили. Дали дивану немножко остыть, потом пропылесосили, и диван будет и пахнуть приятный, и будет идеально чистый. Чистка мягкой мебели очень много времени отнимает сил, и всегда после этого хочется расслабиться, отдохнуть, чем-нибудь вкусненьким себя побаловать, легким. И на что не нужно тратить очень много времени? Ну, например, какой-нибудь десерт на основе домашнего йогурта. Но этот йогурт нужно сначала приготовить, поэтому показываю, как это делать. Итак, берем закваску, один пакетик на литр молока. Молоко нужно обязательно прокипятить и остудить его до температуры 35-40 градусов, чтобы она как можно лучше растворилась, и тогда йогурт у нас действительно получится очень вкусный и очень правильный. Так. Размешали. Потом выливаем в молоко. Еще раз тщательно размешали в течение минут 2-3. Так. Разливаем по баночкам. Разлили по баночкам. Накрываем крышкой. Ставим положенную программу. Через 10 часов у нас готов йогурт. Потом мы баночки достаем, накрываем крышкой, ставим в холодильник на 3-4 часа. И теперь йогурт можно есть и готовить на его основе всякие десерты, коктейли. Это очень вкусно и очень полезно. Я хочу вам предложить закваски, которые вы можете использовать для получения целебных, живых, лечебных продуктов. Потому что фастфуд, консервированные продукты в магазинах, продукты длительного хранения. А мы живем в такой цивилизации, где без этого просто невозможно обойтись. Они не дают главного. Они не дают полноценного здорового питания. В любых условиях очень просто сделать из мертвого продукта, стерильного, который хранится годами, живой продукт молочно-кислый. Мечниковская простокваша, именно тот продукт не только полезный, но и вкусный. Как только вы начинаете его делать, вы понимаете, что все остальное мертвый продукт. И только это живое. Она вам дает, повторю, витамины, аминокислоты, то есть составляющие белка, которые прекрасно усваиваются. Это прекрасное питание для матерей, для будущих матерей, потому что в молоке есть все. И мы должны помочь нашему кишечнику восстановить эту нормальную, здоровую, замечательную микрофлору. Я вам советую попробовать и уже потом никогда больше не отказываться. Молочно-кислые продукты сохраняют и в наружную микрофлору, а их у нас, микроорганизмов снаружи, которые защищают нас от многих внешних воздействий, до 2 килограммов. И если вы помните клеопатру, которая и в 40 лет выглядела как бутон, то вы можете тоже постараться сделать себе ванну клеопатры. Литр любого нашего кисломолочного продукта. Разбавить водичкой, потом вылить в ванну 37 градусов и попробовать полежать в этой ванне. И ваша красота будет не только изнутри за счет молочных кислых продуктов, но и снаружи. Морщиночки разгладятся, кожа приобретет упругой вид, а если делать маску из сметаны, йогуртов, мещниковской простокваши или творога, то кожа все ее принимает, она просто съедает, ей так не хватает этих продуктов живых. Пробуйте, и женщины, и мужчины станут гораздо более красивыми. Ну что, йогурт готов, будем делать десерт. Итак, нам понадобится два больших стакана йогурта свежеприготовленного, выливаем его в блендер, нам понадобится именно блендер, чтобы были очень острые ножи, потому что будем разбивать замороженный банан. А банан заморозить нужно заранее. Можно его чуть-чуть охладить, но лучше, чтобы он был прям такой твердый, как ледышка. Тогда наш десерт будет похож на очень мягкое такое вкусное мороженое. Так, положили, добавляем корицу, закрываем крышкой и начинаем взбивать. Взбивать нужно до тех пор, пока банан полностью не разобьется в йогурте. Когда взбиваете, меняйте скорости. Больше, меньше, медленнее, быстрее. Так лучше взобьется банан. Мне кажется, что у меня уже все готово. Сейчас попробуем. Так, выливаем в подготовленный стакан. их плохо я заморозила банан, поэтому у меня получился просто вот такой вот йогуртово-банановый коктейль. Выливаем, посыпем шоколадом. Шоколад нужно взять темный, потому что он полезнее и очень хорошо оттенит наш банан. Так, все, попробуем. Это так вкусно, что ни в сказке сказать, ни перо написать. Ну что, дела все переделаны, десерт для себя любимый готов, можно и передохнуть. Мы ведь хоть и хозяйки, но в первую очередь дамы. оригинальное и многофункциональное решение для вашего дома. Расположитесь в уютном гнездышке после трудового дня. Оустер не только кресло, а и комфортабельный матрас. Оустер стильный предмет интерьера, который порадует вас красотой и комфортом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова